Чаще всего на макеваре работают фронтальные техники, то есть как это выглядит. Когда мы становимся прямо лицом к макеваре, таким вот образом, прямо лицом, и наносим в нее какие-то техники. Это прямые техники могут быть, да, с самого разного плана. Также тишо и прочее, прочее, прочее. И также это могут быть техники боковые. Боковые техники лучше всего вставить, когда вы находитесь к макеваре под 45 градусов. То есть в ее фронтальной плоскости вы вставите под 45 градусов и наносите боковые техники. Это наиболее сильное положение. Почему? Потому что вы сочетаете поступательные движения тела и ротационный момент. Но тактические ситуации диктуют и варианты такие, при которых вы можете оказаться противнику абсолютно сбоку. То есть это точные боковые положения. Когда макеваре вы должны стать не лицом и не под 40 градусов, а вообще сбоку. Это, конечно, уже уровни более мастерские при подготовке на макеваре. Они уже применяются не на первом году, но почему они нужны, эти ситуации? Дело в том, что если вы занимаетесь постановкой, то обязательно постановку нужно делать во всех тех положениях, которые вообще потенциально могут возникнуть в бою. Любые. И неспортивные в том числе. То есть когда нужно будет ударить противником по затылку, по почкам сзади. Что, например, в боксе запрещено. Нельзя бить по позвоночнику, по затылку и все. В реальном бою можно. И потому неплохо иметь удары поставленные именно по затылку, когда вы находитесь даже лицом противника. То есть, но даже если вы занимаетесь не постановкой, а набивкой для того, чтобы иметь очень правильное понимание о постановке руки на мишень, о постановке самой ударной части на мишень, чтобы был навык. Нужно даже при набивке и даже при поверхностной все работать в самых разных положениях. Так вот, на мастерском уровне для стритфайтера подразумевается то, что надо будет отрабатывать удары точные боковые, строгие боковые имеется ввиду. Когда вы прямо к макеваре стоите точно сбоку. Макевара для этой цели очень хорошо годится, потому что она крепится как на стол, так и на дерево. И в итоге можно вообще вокруг нее ходить, что называется. Это очень удобно. Так и удары, когда вы бьете противника сзади. То есть, сами ради лицом к нему находитесь, но наносите удар ему, например, по затылку, по задней поверхности шеи, по почкам. Что же это за приемы-то прежде всего такие? Конечно, это прежде всего приемы, которые уже выполняются не кулаком, потому что строгие боковые, их не удобно бить, находясь четко под 90 градусов. Они предполагают обязательно поступательное движение под 45 градусов. Очень плохо бить строгие боковые. А вот именно круговые, открытой рукой и на отмашь удары, они очень часто бывают. Это прежде всего различного рода шуто, это хайто, это ванто, это тейшо, это какуто и так далее. Сейчас буду показывать, все лучше снять. Вот эти техники, но это именно боковые строгие. И есть еще та техника, которую я сам очень люблю. Эффективнейшая техника. Ее очень хорошо применять в клинче, или когда в борьбе даже. Когда вы близко к противнику находитесь, у вас нету способов развити сам силы с помощью поступательного движения тела. Вы не можете тело вперед продвинуть, ни вверх поднять, ни вниз упасть. Можете действовать только рукой. Поэтому нужно бить уязвимые части тела. Такой частью тел является задней картой шеи и затылок. Вот. Это мой противник. Он стоит ко мне лицом. Вот так вот. Я в клинче стою с ним. Я могу нанести ему хайто. Куда? По почке. Если это выше будет, соответственно, по затылку. Находясь прямо к нему лицом, я наклоняю голову таким вот образом, чтобы у меня макушка стояла или лоб прямо напротив его лица. И наношу по-разному удару. Отсюда. На макеваре это ставится следующим образом. Встали, отрабатывали. Точно так же по почкам наносится. Отрабатывается эта техника. И набивка, и постановка. И так же наносится ванто. Но здесь немножко под 45. То есть вы из-за дерева чуть-чуть выходите и наносите ванто. Вот этой частью цепляете за затылок противника. А так, значит, строгий боковой. Я просто повторюсь это различного рода шуто. Это какуто. Это тэцуй. Это тэйшо. Это хайто. Это банто. Это различные варианты. Так что спектр этих техник довольно-таки высок. Многолик. И макевара МБШ, она подходит для этих задач вообще великолепно. Не скажу, что другие макевары не подходят. Есть просто дэскаунт из земли торчащей, да, вокруг которой тоже можно ходить. Для этой цели так же может подойти и камертон, если он тоже крепится на дерево или столб. Вот. Так что запросто. Но это тут и везде можно закрепить. Удачи! Занимайтесь! Продолжение следует... Продолжение следует...